Денис Передунов в студии. Здравствуйте. 31 мая на всей планете проходит под эгидой борьбы с табакокурением. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно, в результате употребления никотина умирает около 6 миллионов человек. Если не активизировать усилия, то согласно прогнозам уже к 2030 году этот показатель превысит 8 миллионов человек в год. Как бросить пагубную привычку, а лучше и вообще не начинать с табакокурения, нам расскажут гости студии. Позвольте их представить. Врач-психиатр, нарколог медцентра Алроса Сергей Эксузян и врач-терапевт Мирненской ЦРБ Никита Кондратьев. Здравствуйте. 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 Сегодня мы поговорим на эту важную, актуальную тему, остро актуальную, я бы даже так сказал, ну и начнем, наверное, с самого простого, но так, чтобы было понятно. Как получается, что у человека формируется привычка к никотину? Вот, допустим, я знаю, что и без табакокурения в нашем организме уже есть какая-то доля никотина. Прежде чем говорить о формировании зависимости от никотина, от табачной продукции, нужно кратко изложить, что такое вообще никотин и как он начинает влиять на человека. Никотин является одним из самых мощных психоактивных веществ, который в головном мозге способствует активизации такого вещества, как дофамин. И выброс дофамина вызывает у человека расслабление, успокоение и, возможно, даже небольшое удовольствие. И таким вот образом происходит формирование зависимости. Человек втягивается в этот процесс, ему хочется повторять это вновь и вновь. Привязывается изначально это к каким-то ритуальным моментам, либо присутствие в стрессовых ситуациях, либо в кругу эмоционально значимых людей ради проведения какого-то досуга, отдыха. Но постепенно, с годами, переход такой психологической зависимости превращается в физиологическую, точнее физическую зависимость, которая обнаруживается тем, что при отсутствии продукции привычной для потребления, ну там табака или вейпов, там электронных сигарет привычных, которые сейчас стали очень, скажем, распространенными, у человека возникают дискомфортные ощущения в виде там раздражительности, тревожности, какого-то беспокойства, желания найти и восполнить этот пробел. То есть тело уже зависимо и хочет восполнять недостачу этого дофамина, который вызывает никотин. То есть фактически в любой табачной продукции именно никотин является фактором формирования такой зависимости. А кроме никотина в табачных изделиях, в том числе и продукции электронных сигарет, содержится очень-очень много других вредных и опасных для психического и физического здоровья веществ. Это и канцерогенные вещества, моноокись азота, различные смолы, которые при вдыхании так и остаются на поверхности альвеол легких и уже оттуда не выходят. Таким образом, создавая условия для возникновения уже там различных соматических заболеваний, отягощений состояния, ну и так далее. Так постепенно человек незаметно втягивается в этот автоматический процесс и становится как бы жертвой одной из самых сильных зависимостей в мире, распространенной по всему миру и имеющей уже, так скажем, ну как эпидемическую распространенность в любых странах нашей Земли. Поговорили о том, что такое никотин, о психологической, физической зависимости. Ну и в целом нас производители табака ведь не обманывают, они пишут напрямую, что в таких сигаретах содержатся мутагены, канцерогены, яды, металлы и так далее. Ну вот мы сказали как-то выборочно о том, что на альвеолах это может осаждаться, на легких, ну а вообще в целом на организм. Как влияют никотин и все эти составляющие от сигаретного дыма, которые мы в себя пускаем? Да, ну понятное дело, что страдают легкие, но также никотиновая зависимость, подразумевающее под свое вдыхание вот этих паров, либо сигаретного дыма при использовании вейпов или сигарет влияют на организм прямым образом, то есть непосредственно повреждающий эффект оказывают. Понятное дело, что при вдыхании первым на пути у нас ртовая полость, там развиваются все хронические воспаления, развиваются заболевания, это сопровождается постоянным хроническим кашлем, хронические бронхиды развиваются, также было затронуто то, что имеются в химический состав табачного дыма, там содержится большое количество соединений, которые обладают как раз-таки канцерогенным таким воздействием на организм, что значит, что увеличиваются риски развития каких-либо качественных новообразований, в частности на слуху рак легких. Ну и понятное дело, что он системно воздействует на все остальные органы и системы, допустим, например, воздействует на стимуляцию выработки адреналина, который не вырабатывается организмом просто так в больших количествах, вырабатывается только при стрессовых ситуациях для того, чтобы убежать или ударить, допустим. Но при использовании сигарет адреналин в таком же почти количестве вырабатывается, что сопровождается учащением сердечных сокращений, тахикардия, нагрузка на сердце увеличивается, сосуды сужаются, артериальное давление растет, что в перспективе своей долгосрочной перспективы, если посмотреть, приведет к инфарктам и инсультам. К сожалению, проблема в том, что здесь и сейчас это не ощущается совсем никак, поэтому сигареты в целом этой зависимости не боятся так сильно. Но когда уже исход, итог приходит, об этом сразу же начинаю думать, зачем же я курил. Но уже бывает зачастую поздно. Уже поздно, да. А тут даже вдуматься в том, что я говорил в самом начале нашей беседы, что 6 миллионов людей по всему миру, ведь это достаточно большая цифра, и, возможно, с каждым годом она растет. Причем, опять же, если вспоминать, как нас пугают, скажем так, производители табак-курения, хотя это не они, да, это не по своей воле, это просто принято по общепризнанному регламенту. Например, такие болезни, как болезни сердца легких, импотенция, опять же, гангрена. Это все, что касаемо вот этих вот картинок на пачках. То есть и гангрена вплоть до гангрена можно докуриться? Ну, по идее, так и есть, да. Просто в перспективе это все происходит в будущем потом, потому что нарушается микроциркуляция, сосуды повреждаются, это приводит к атероскотирозу, тромбозу, ухудшение питания тканей приводит к как раз-таки вот этим некрозам. Ну, а пассивные курильщики, которые люди, в общем-то, не державшие никогда в руке или во рту никотиносодержащей продукции, они ведь тоже подвергают себе риску, находясь рядом с курильщиком. А вот в какой мере? Одинаково или чуть меньше, или наоборот, чуть больше, потому что они как-то выдыхают уже другой дым, который прошел через легкий человек? Ну, и есть информация о том, что пассивные курильщики подвергаются практически такому же риску, ну, в немного меньшей степени. То есть, естественно, что человек, который вдыхает пары табачной продукции или вэп, он непосредственно контактирует, вся его площадь контактирования больше внутренняя. То есть, если человек находится рядом с курильщиком, то количественного влияния будет меньше. Но нельзя отбрасывать фактор риска для тех, кто, например, проживает с курильщиком активным и вынужден дышать этими клубами дыма, неважно, вдыхаемыми, выдыхаемыми, но в них также содержатся все те же вредные вещества. Вот. И нужно разделять. И те, кто не курит, должны себя защищать от тех, кто курит. Собственно, государство так и постановило. Есть определенные правила, которые регламентируются законом, запрещающим курение в общественных местах, на станоках, там, где могут находиться люди, которые в этот момент не курят и являются не курильщиками. Скорее всего, это обусловлено вот таким научным изучением и какими-то конкретными цифрами, которые подвели к принятию этого закона. Поэтому опасно как и курить активно, так и пассивно, находясь с активным курильщиком. Это однозначно. Да, наверняка многие курильщики с дрожью вспоминают июль 2013 года, когда был принят этот закон о запрете курения в общественных местах. Но, с другой стороны, не ущемляются ли права курильщиков? Они уже у них тоже должны какие-то быть. Ну, например, поезд Москва-Владивосток. Вот он идет. Получается, остановки, конечно, есть. Но бывает, что не такие частые. Например, раньше существовали вагоны для курящих. В тамбурах, специально отведенных, можно было курить. Сейчас нельзя. Что делать? Ну, во-первых, скорее всего, такие обстоятельства могут послужить таким переломным моментом в усилении мотивации для того, чтобы все-таки задуматься о том, что я являюсь зависимым от, допустим, сигарет или тех же электронных сигарет. И, с одной стороны, это очень хорошо. То есть, хоть и есть, естественно, если юридически рассмотреть ущемление прав того человека, который считает, что это его право курить, и хоть это и вредно, и опасно для жизни, но с учетом того, что это так же опасно, практически так же опасно и для тех, кто не курит, уже его право нивелируется, потому что некурящих людей может быть больше, а он один может создать угрозу для нескольких человек. Но я согласен с тем, что можно было бы учитывать все-таки эти моменты. Ведь все равно заядлый курильщик найдет способ покурить, и он это сделает как-то там в промежутках между тем, чтобы его никто там не заметил, или где-то там, где нельзя, и останутся там следы его курения. А лучше бы все-таки подумать об этом, там кабинки, может, какие-то, или какие-то условия для того, чтобы он там курил и думал о том, что пора бы ему уже бросать. И вот так плавно мы перешли к следующему этапу нашей беседы. Как избавиться от никотиновой зависимости? Какие должны быть первые шаги? Что может оказаться самым сложным? Я интересуюсь как раз-таки в том числе для себя. Старший у меня, к сожалению, достаточно большой, со школы. И еще сколько раз пытался я, пытался я, честно сказать, мало раз, но, тем не менее, возможно, останавливает меня то, что я просто не знаю, с чего начать. Дождаться понедельника, может быть, дождаться 1 января нового года. Вот постоянно приходится чего-то ждать, и так не решаюсь. Вот как избавить себя от зависимости? С чего начать? Очень важный вопрос. И, конечно же, отсутствие ответа на такие вопросы, и, собственно, создают условия для продолжения этой пагубной смертельной привычки. Но есть все-таки информация, которая может начать процесс, как бы повернуть маховик в обратную сторону. Все должно начаться с принятия решения. То есть принятие решения отказаться. То есть если рассмотреть уровень мотивации, то он может быть разный у разных людей. И правильно было сказано коллегой, что когда лишь уже последствия начинают давать о себе знать, ну, хотя бы тот же типичный кашель по утрам, когда уже есть явление хронического бронхита курильчика, или сердце начинает, сердечно-сосудистая система давать определенные сбои, и те нагрузки, которые раньше выполнялись легко, уже как бы даются с одышкой и так далее. То есть человек начинает понимать, что это все-таки уже как бы проявление физической зависимости, и что надо уже с этим что-то делать. Уже хотя бы начинает задумываться. Но эту мотивацию нужно максимально у себя усилить и принять решение. То есть принять решение, что все, вот я принимаю решение прекратить курение. То есть все очень просто. То есть ведь оно когда-то было принято. Оно было принято, может быть, даже легко. Может быть, кому-то давалось с трудом. Кто-то начал курить из-за эксперимента какого-то, а кто-то был подвергнут влиянию, скорее всего, социальной среды. Например, чтобы войти в круг значимых людей, или в круг сверстников, или не мог отказаться, потому что кто-то уже курил, и если ты откажешься, то будешь казаться слабаком или маленьким и так далее. То есть есть определенные эмоции, которые вынудили человека даже нарушить определенный, даже родительский запрет. Но потом он втягивается и становится зависимым, забывает об этом всем. Но тем не менее каждый раз он повторяет одно и то же действие, которое приводит его к зависимости. Таким же образом можно начать обратный ход. То есть самое важное – это принять решение, настроиться и поработать с тем, чтобы преодолеть страх. Страх, как я, смогу ли я, что со мной будет и так далее. Тревожность, которая возникает при первых признаках абстинентного синдрома, при отказе от курения, она настораживает человека. Ему хочется как бы от этого уйти, он откладывает это действительно на будущее, вот с понедельника, с Нового года брошу курить. Вот тут возникает второй вопрос. То есть нужно назначить дату, когда я брошу курить. Она определяется определенным сроком. То есть уже изучено, что это должно быть от двух недель до месяца. Но не так, что в следующем году, или там сдам сессию, или там родится ребенок, или еще что-то. То есть это слишком неопределенно размыто и долго. Если решение принято, нужно назначить срок, который будет ограничивать себя же от того, чтобы увильнуть от выполнения принятого решения. Составить стратегический план. Что я буду делать для того, чтобы бросить курить? Прежде чем это выполнять, нужно определить, имеется ли физическая зависимость, о которой мы говорили, либо все на уровне психической зависимости. Если человек курит давно и много, то можно узнать, есть ли у него физическая зависимость, в какой степени. Тест Фагерстрема. Там шесть вопросов, его можно в интернете легко найти. И честно ответить на шесть те вопросов, которые есть в этом тесте. И по итогам этого теста уже будет понятно. То есть, собственно, этот тест определяет, сколько и когда человек курит, в какие интервалы времени и количественный фактор очень важен. По результатам этого теста будет самому уже понятно, какова у меня, допустим, физическая зависимость. Легкая, средняя или тяжелая. Исходя из этого, уже будет определенный план, как я уже сказал, по выполнению этой стратегии. То есть, применять или не применять средства никотинозависимой терапии. То есть, обычно, если у человека уже есть физическая зависимость, и ему тяжело отказаться от утренней сигареты, если количество выкуриваемых сигарет, более 10-15 штук в сутки, то, скорее всего, у него уже есть достаточно серьезная физическая зависимость, которая более легко купируется при использовании соответствующих средств, замещающих никотин. То есть, не нужно рассчитывать на эти средства как на какую-то панацею, как средство, что вот именно благодаря им можно бросить курить. Это лишь всего лишь вспомогательный фактор, который поможет снять именно физическую зависимость. А вот психическую зависимость, здесь уже нужно либо работать самому с собой, в том, чтобы осознать корни своего курения, понять, признаться в себе, почему я начал курить, почему я продолжаю курить, зачем я вообще это делаю. То есть, я рекомендую своим пациентам, которые обращаются по поводу того, чтобы бросить курить, прежде всего, начать медитировать на курении. То есть, да, казалось бы, вместо того, чтобы запрещать все, бросьте прямо здесь и сейчас, я понимаю, что длительный процесс может быть и не так легко бросить курить. Но если человек примет определенные условия и будет их выполнять, его уровень осознания и волевых процессов существенно вырастет. Что значит медитировать на курении? Во-первых, перестать курить с кем-то. Обычно курильщики собираются где-нибудь на лавочке. У них это как бы законное 5-8-минутное времяпрепровождение, где можно отвлечься от работы, пообщаться, обсудить что-то, попросить совета друг у друга и так далее. То есть, это способ реального отдыха и законного пребывания вне работы. Но звучит чуждо, что как бы курить только наедине с самим собой и полностью концентрировать свое внимание на процессе курения, не отвлекаясь ни на одну другую мысль. Полностью все ощущения, все свои мысли сконцентрировать на этом процессе. Рано или поздно в подсознании возникнет вопрос, а зачем я это делаю? То есть, начнет человек просыпаться от этой автоматической страшной привычки, которая привела к заболеванию. Ведь не секрет, что в международной классификации болезней никотиновая зависимость классифицируется под шифром F17, которая звучит так. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ. То есть, ни на одной пачке сигарет, вот как вы сказали в начале, нигде не указано, что курение вызывает зависимость. Чтобы такими большими красными буквами было это написано. Напишут, что гангрена может быть, импотенция, сердечная заболевка. Опасно для здоровья. Опасно для здоровья. Да, так размыто. Но если бы молодой человек, который только начинает курить, узнал бы о том, что он может быть зависимым, потеряет свободу выбора и будет нуждаться в потреблении этой продукции не просто там каждый день, а практически несколько раз в день, он бы уже мог задуматься на ранних этапах, а стоит ли мне продолжать, когда еще у него есть силы и есть возможность отказаться. Вот поэтому это то, что касается стратегии, то есть план. Нужно проявить настойчивость, то есть упорство. Если человек даже бросает несколько раз и опять возвращается, опять срывается, это не беда. Ребенок маленький тоже не сразу учится ходить. Он делает несколько шагов и падает, плачет, расстраивается. Но ни один из взрослых современных людей не ползает до сих пор. Все ходят, все научились ходить. Значит, это возможно. Если бросил хоть на день, хоть на два, хоть на три, поздравь себя, порадуйся. И даже если сорвался, если это, пойми себя, почему ты это сделал. Используй этот обратный опыт, то есть проанализируй свою ошибку, используй свой разум для того, чтобы выкарабкаться из этого. Никто не поможет, ни один специалист, если у человека не возникнет прежде всего желания. Вот психологическую зависимость решают с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии, с психотерапевтом, либо самостоятельно, в зависимости от настройки и различных факторов, которые окружают конкретного человека. Большое спасибо вам за такой развернутый ответ. Понятно, что говорить на эту тему можно долго, и методик, наверное, существует, превеликое множество, десятки, а то и сотни. Но самое главное, это договориться, наверное, с самим собой. Да, такая основа. А уже после этого уже пользоваться вспомогательными функциями и так далее. Но вот, допустим, человек бросил курить, не курить, столько-то времени, какой-то определенный промежуток времени, изменения. Ведь наступает в его организме такого положительного уже характера, возвращается ли вот всё, что было накоплено, к сожалению, никотиновой зависимостью, ну, как-то в норму, более-менее? Да, всё это возвращается в норму, уже все проявления заметные возвращаются в течение года, я бы сказал. Допустим, вот человек бросил курить, и уже в течение 10 минут он почувствует, что его артериальное давление и сердцебиение пришло в норму. Также в течение двух-трёх дней обоняние и вкусовые рецепторы также нормализируют, нормализируют своё функционирование. Человек, наконец-то, начинает ощущать вкусы, запахи в полном объёме, чего я не сказал о вреде курения. Да, также уровень кислорода начинает в нормальном уже объёме циркулировать по крови, потому что с вдыхаемым дымом также ещё поступает угарный газ, который негативно влияет на газообмен у лёгких. Это уже в течение 8 часов происходит, после того, как человек бросил курить, нормализуется газообмен. Далее человек уже спустя 2 недели начинает ощущать то, что он в таком вот тонусе, так скажем, энергия какая-то появляется. И вот уже в течение 3 до 9 месяцев у кого как индивидуально начинают уже вот эти заметные боли, заметные такие, как кашель хронический, а дышка, они начинают также уходить постепенно. Вот это всё индивидуально. И уже те самые риски, о которых я говорил, которые все эти итоги, да, курения, они также снижаются уже в течение 5 лет. Риски инсультов, инфарктов падают и становятся равны человеку, который и вовсе не курил. Также в течение 10 лет уже исчезает риск, повышенный риск возникновения рака лёгких. И также становится равен человеку, который никогда не курил. Ну, речь ведь идёт сейчас не только о сигаретах, вот о вейпах, о таких популярных, особенно, к сожалению, среди молодёжи. Есть такое мнение, бытует, что, мол, ну это же не сигарета, та, которую нас пугали в детстве, это вроде как со вкусом. Ананаса, апельсина, мяты, лаймы или клубники. Значит, это не так вредно. Правда ли это? Вред, на самом деле, такой, он более не очевиден, потому что вейп и система нагревания табака позиционируются как более безопасные. Вот. И если посмотреть поверхностно, то на самом деле так и есть, логично, если подумать, потому как продуктов... Это нагревание, а не сожжение. Да, 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 да. Продуктов горения меньше, вот этих последствий, кашля вот этого вот меньше, но опасность заключается в более другом сокрытом, потому что что такое вейп и система нагревания табака, это вещь, которая всегда под рукой. Опасность в том, что курить можно спокойно, не выходя из дома, потому что запахов нету. Если говорить о курении сигарет, то это же связано с ритуалом, надо выйти на улицу, одеться. Если зима у нас в Якутии, надо тепло одеться, чтобы покурить. Жена недовольна, допустим, запахом. Вот это вот все. С этим приходится сталкиваться. Вот этих негативных моментов при курении вейпов нет. С этим повышается постоянно, повышается дозировка никотина, который попадает. И есть исследование то, что никотин, поступающий в организм человека, он никак не меньше по сравнению с табачными зельями, вот с сигаретами. Также опасность заключается в том, что вот эти все вейпы, электронные сигареты, они все ведут такой вот маркетинг, направленный на более молодое поколение, на детей. Там же это все пестро выглядит, ярко, со всякими вкусами. Можно еще выявить опасность вейпинга, вот этого вот электронных сигарет, и рассматривать ее с точки зрения уже как ступень к сигаретам, потому что в сигаретах мало чего приятного. Сигареты, там никакого вкуса, гарь, дым, кашляешь сразу. А вот вейп, это что-то сладкое, да? Оно вкусненькое даже в каком-то степени. И детьми это воспринимается вот, очень даже положительно. Поэтому опасность заключается в маркетинге тоже. И бесконтрольной дозировке. Да. Потому что курить можно где угодно, как угодно. Я хотел бы также добавить, что есть информация, уже проверена достоверно, что в этой аэрозоле, которая образуется при нагревании смеси входящих в состав электронных сигарет, там содержится практически в меньшей концентрации, но те же вредные вещества. То есть формальдегид, там есть свинец, никель, многие соли тяжелых металлов, дым проходящий, ну пар, вот этот проходящий, он же все равно нагревается, проходя через пластик, он тоже образуется там органически определенные вещества, которые рано или поздно будут способствовать формированию воспалительных процессов. Те того же бронхиита и сердечно-сосудистой системы, просто может в более отдаленной перспективе, но достоверных и таких прям конкретных исследований от вреда от электронных сигарет пока еще нет, слишком мало времени используется, но уже то, что известно, можно сказать, что они не являются прям такими безопасными, просто там дым попускать, пар, то есть там есть никотин, а это уже должно насторожить, что он является, собственно, тем, что вызывает зависимость и желание эту процедуру повторять. А если это действительно в более комфортных условиях и вкусовые качества, то частота будет увеличена кратно и практически будет желание возникать подыметь, так попарить, постоянно, можно сказать. Так что нужно менять мнение среди молодежи, доносить до их сведения и повышать их уровень понимания. А вот как родителям разговаривать с детьми о вредных привычках? Как правильно преподнести информацию, обратить внимание ребенку, чтобы он прислушался? Ну, я бы вот сказал следующее, что этот процесс нужно начинать чем раньше, тем лучше. Первое, ранний возраст, только в правильной упакованной информации, и кратность. Не так, что там один раз поговорили, там и все, там запугали ребенка, смотри, не дай бог узнаю, что ты куришь, там я тебе руки оторву и так далее. То есть, нет, это ничего не даст, это только наоборот вызывает сопротивление, и запретный плод зачастую всегда сладок. Нужно общаться с ребенком, нужно создать условия, чтобы в неоценочной манере ему преподносить информацию, не вызывая каких-то дополнительных страхов, а чтобы он становился все более и более осведомленным о последствиях употребления табачной продукции, электронных сигарет и так далее. Это раз. Во-вторых, нужно слушать ребенка, то есть, задавать ему вопросы, спрашивать, а что ты думаешь по этому поводу? А какое твое мнение? То есть, чтобы понять, как он мыслит, и как ему помочь и повлиять вовремя. То есть, нужно прислушиваться к ребенку, давать ему информацию, чтобы он мог понимать, что опасны и страшны не только физические последствия в виде заболеваний, которые могут возникнуть, страшилки, так сказать, но потому что молодых людей это вряд ли напугает, так как они здоровые в большинстве своем, и они не осознают этого вреда, то, что будет через 10, 20, 30 лет, их это мало волнует. А вот сделать акцент на социальных проблемах, что если ты будешь употреблять, допустим, курение, а потом, не дай бог, алкоголь и наркотики, то это может повлиять на твои отношения с друзьями, ты можешь остаться в одиночестве, ты можешь, там, повлиять на учебу, ты будешь более низшего, там, социальной, скажем, иерархии определенно, и так далее, не достигнешь, то есть, объяснять и мотивировать именно в таком положении, в таких мотивах и в таких вот красках. Вот, и нужно всегда, ну, если вот грамотные родители, они будут стараться понять ребёнка даже в тех случаях, где он оступился. То есть, вот узнали родители, что вот их сын или дочь, там, покурили, там, эту электронную сигарету, им дали попробовать. Кто-то начнёт кричать, ругать, там, запрещать, угрожать и так далее. Но нужно постараться, вот, остаться другом со своим ребёнком, чтобы он мог поделиться и не боялся признаться и, ну, захотел изменить что-то, если он ошибся. Большое спасибо за такие развертые ответы, за беседу. В целом мы надеемся, что она будет многим полезна. И вот вы знаете, я ещё не знаю, но люди, знающие, говорят, что положительные эмоции без сигарет можно получать и абсолютно безопасным способом. Если вдруг хочется покурить, а вы уже начали бросать, можно же кому-то позвонить, пройти, съесть яблоко, попить воды, чай и так далее. Самое главное утвердиться в желании отказаться от табака. Большое спасибо за беседу. У нас в гостях врач-психиатр, нарколог медцентра «Алроса» Сергей Эксузян и врач-терапевт Мирненской ЦРБ Никита Кондратьев. Спасибо, что пришли. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин